я думаю нет смысла в начале видео объяснять зрителям что новая видеокарта rtx 4090 это самая мощная видяха в 2019 2035 неважно мощность этой видеокарты хватит на 10 лет любому пользователю и было странно что вообще nvidia решили выпустить 4000 серию зачем если честно непонятно если и трехтысячная отлично справлялась с поставленными задачами единственное в чем у нее были некоторые сложности это ультра настройки в 4к например в кибербанке в общем я нашел возможность буквально на сутки пощупать скажем так 4090 видеокарту я уже вернул человеку но успел хотя бы запустить парочку игр и вообще оценить уровень мощности силы не знаю потому что оценить ее финансовая точно не потянул бы видях от стоит две с половиной тысячи долларов от примерно 160 тысяч рублей или 96 тысяч гривен 1 миллион двести тысяч тенге короче цена слишком высокая даже для рекомендованной цены так что это видео будет интересно я думаю детям депутатов и людям с одной лишней почкой понятное дело и так у меня как вы уже заметили видеокарта фирмы полит модель от самой топовой серии game rock замечательная видеокарта замечательной комплектации я даже не знаю к чему придраться за 200 тысячи долларов просто все должно быть не знаю прям обязана быть замечательной единственное что меня смущает это придурковатый переходничок питания под новый коннектор от компании nvidia я честно очень надеюсь что следующие видеокарты 4080 или там 4070 4060 все вендоры откажутся от этой странной штуковины ну слишком уж печально все это смотрится в компьютере и что самое печальное некуда даже спрятать этот переходничок очень надеюсь это решение будет только 4090 а так в целом что еще можно сказать про эту видеокарту ну наверное первое и самое важное что я бы хотел отметить это размеры видеокарты и они внимание явно не тянут на ту панику и истерику что устроили обзорщики мол новые 4090 они помещаются в корпусе я не слишком большие и так далее я вам так скажу друзья я в жизни видел значительно больше по размерам видеокарты прям но очень большие а тут если честно но вообще обычный я бы даже сказал стандартный размер видеокарты на три вертушки так что она влезет в любой корпус стандарта айтикс или даже микро айтикс но не самый маленький скажем так длина видеокарты 30 сантиметров и моем корпусе далеко не самым большом еще остается место внимание на четыре пальца в остальном же по видях и еще бы я наверное отметил просто бомбическое качество сборки и само качество материалов я видел уже в ютюбе обзоры на всякие вендорные 4090 но все не знаете какие-то вот плюс-минус одинаковые черные скучные пластиковые но такие не очень интересные а тут же напротив есть хотя бы узнаваемость бренда и да кристаллы эти кому-то не очень понравились еще в 3000 серии но сейчас они уже иначе сделали и они знаете и чутка что-либо темнее стали не так попсово теперь ей более аккуратными в общем если бы у меня стоял выбор что купить из 4090 то я бы взял именно эту модель и это не только потому что у нее необычный внешний вид и далее вы поймете именно почему там и температуры низкие и работает вентиляторы еле слышно короче давайте наконец-то приступим к тестам и в этом видео я впервые буду тестировать не только в 4к на ультра но и даже современные проекты запустим 8к на ультра так что будет интересно насчет железа в тестовом компьютере для видео я поставил сюда специально проц 9 11 900 кей потом я просто же отдам своего подписчику это не мой процессор далее у нас 32 оперативы на частоте 4000 на самое интересное это блок питания на 750 ватт да не стал брать блок питания на 1000 ватт там или 1200 потому что якобы то есть под 40 90 нужен чуть ли не топовый питальник сертификатом платину но я хочу проверить на обычном блоке xpd core реактор на 750 вас что понять стоит ли вообще переживать подписчикам стоит он не 200000 это точно а примерно 150 баксов в общем и закинем сперва red dead redemption вторую часть на ультра в 4к с включенным длсс в режиме производительность это очень высокие требования для любой видеокарты и видим с вами примерно 100 120 fps вообще без проблем то есть это явно с очень большим запасом и владельцам 4к мониторов я думаю останутся полностью довольны однако ради интереса давайте возьмем то есть выжмем все возможности видеокарты и выставим разрешение 8к что внимание только вдумайтесь в четыре раза больше чем привычные 4к хотя есть то есть вдуматься привычные 4к это тоже конечно жесть это очень непростая задача в общем я выставил 8к разрешение с включенным длсс производительности знаете я немножко в шоке на ультра 8к что в четыре раза больше чем 4к у нас почти стабильные 60 fps еще раз повторюсь это безумное разрешение 8к больше 30 миллионов пикселей и на ультра в rdr2 60 fps это просто пушка но заметьте в 4к видеокарта кушала примерно 320 340 ватт а вот после поднятия до 8к видях а прям в максимальном напряге и поэтому съедает уже почти 430 ватт и если посчитать всю сборку компьютера с процессом 11 900 и прочим железом то все это железо вместе с водянкой то есть кушает примерно 350 360 ватт плюсуем сюда же эти 450 ватт от видеокарты и получаем но почти 800 ватт но мой блок питания напомню xpg на 750 ватт и да он имеет конечно золотой сертификат и он не вырубается и не шумит на всю комнату да я понимаю и наверное он действительно работает в максимальном режиме овервольта на пределе своих возможностей но я скажу вам наперед что за все время тестов он ни разу не вырубался видеокарта работала на полную мощность таким образом можно точно сказать что блока на 750 800 ватт хватит на 4090 но блок питания должен иметь хотя бы внимание золотой сертификат и моем случае мне повезло мне попалась хорошая модель питальника и видеокарты и сборка ни разу не шла в ребут однако я бы лично я бы лично советовал все же зрителям под 4090 если у вас вдруг появится такие конечно денежки на 40 90 ну короче вам лучше взять блок питания на 850 вас чтобы немножко скажем так было с запасом чтобы он не прямо знаете в притирочку работал жалко все же питальник но тем не менее сам факт и нет смысла бежать за платиновым киловатт ником за 25000 чтобы запустить 4090 хорошего питальника за десятку там на 850 ватт вам более чем хватит у меня вообще 750 ватт запустилась 4090 и это абсолютно без проблем окей идем далее теперь давайте запустим дума тернул 4k и 8к на ультра с предельными настройками и включенном rt то есть трассировкой лучей предварительно я включил dlss производительности видим с вами в 4к примерно 250 fps и 8к у нас 80-90 опять же заметьте чем выше разрешение чем больше съедает видеокарта и 4к у нас то есть она съедает 350 ватт а уже 8к она поднимается до 430 по температурам вообще песня у нас не больше 66 местами 70 но это я уточню с открытой бочиной в корпусе в закрытом же будет ну потеплее примерно 75 78 для топовой видях и самые мощные на планете земля 78 это ну честно смешная температура так что поле сделали отличное охлаждение еще при этом предельно тихо что ж движемся далее теперь друзья усложняем задачу запустим киберпанк на ультра с лучами в режиме производительность то есть это дело с с разрешение 4к и 8к и вот тут уже конечно то есть наконец-то хотя бы 8к мы видим нестабильность 60 fps примерно 45 там 47 а в 4к тут без проблем 70 или даже чуть больше кадров то есть 4к вообще все замечательно и нет вообще никаких сложностей и лишь 8к мы не получаем 60 fps однако блин еще раз если вдуматься мы как бы не рассчитывали на 60 разрешение 8к с трассировкой на ультра настройках а вообще я думал там кабину подохнет видеокарты и будет ну не больше 10 возможно 15 fps а то что здесь 45 47 8к это просто ну невероятные цифры с учетом того что 8к это еще раз напомню в четыре раза больше чем 4к короче это слишком высокие требования к видеокарте и что что 4090 тащит даже такие настройки это нереально мощности и кстати я читал что там дела с 30 вроде бы на новых артеx там что-то какая-то задержка высокая вот черт его знаете парни но так чисто вот визуально и тактильная вообще если честно вот ну еле заметил эти задержки да есть такая как бы так точно выразиться вот такая излишняя плавность что ли или жвачка в картинке и получается такая не сверх быстрая реакция на движение мышкой и это знаете больше похоже на консольную задержку input lag и это как бы ну не критично вообще вот прям вообще не критично зато взамен мы получаем очень высокий fps даже 8 кей о котором консолям как бы вообще и не снилось так что все более чем терпимо мне кажется потом уже до перед еще это дело с с 30 и задержка станет минимальной все же драйвера выходят все как бы люди знают об этом работает все будет нормально то есть им не партийся в общем в конце хотелось бы еще запустить metro exodus версия эксенден версия extended edition тут все как бы по стандартному на ультра в 4к и 8 кей я выставил и в целом картинка повторяется с киберпанком думаю нет смысла особо что-то комментировать это уже знакомая нам картина 100 120 fps на ультра в 4к с лучами и 8 кей у нас 50 55 на ультра с лучами тоже все это довольно высокий fps одним словом еще вчера мы обсуждали что вот будущее это 4 кей все на ультра и к этим стандартам стремились все и консоли и компьютеры но теперь с выходом 40 90 можно сказать честно и точно что nvidia поставила новую высокую планку и требования к железу и это 8 кей на ультра с трассировкой и да я знаю это хоть и смешно звучит я понимаю но 8 кей телевизоры уже кстати давно продаются и цена у них становится все более доступной как бы ну конечно не всем доступны но хотя бы уже не миллион стоит так что я думаю и мониторы 8 кей и сверх широкие сверх большие тоже скоро начнут свою экспансию но уже после конечно зеонов так что как бы 8 кей это хоть и смешно сегодня но все равно это будущее индустрии и даже консоли пластейшн 5 если помните тоже они там что-то пытались на своих приставках рассказать про 8 кей наверное уже скорее всего пластейшн 6 я думаю поставить задачу покорить 8 к и это как бы ну вполне реалистично на этом я думаю уже будем заканчивать друзья на этом у меня все всем еще раз я желаю иметь дома rtx 40 90 и 8 к телевизор и и при этом иметь две почки у себя на месте и при этом конечно же не болейте и увидимся с вами уже очень скоро всем удачи и до новых встреч пока пока